Эфир телеканала ОТС продолжает программу «Экстренный вызов». В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Задержали непонятно почему. Мне звонили по объявлению. Я не занимаюсь. Занимаюсь строительством. Утром деньги, а вечером ничего. Гастарбайтера-афериста задержали полицейские. Я бы назвал это шоком, потому что все вроде было ясно в суде уже. Приговор отменили. Дело рассмотрят заново. Стрелок из Озерного предстал перед Фемидой во второй раз. Если его закрывают, у нас даже шансы не стоят. Отец остался сидеть. Жалобу сына изучат в четверг. Соучредители ПТК-30 по-прежнему в СИЗО. Начинаем с нового школьного ЧП. 15-летний подросток оказался в больнице с ножевым ранением. По информации СМИ, конфликт между двумя учениками 202-й школы, это в Октябрьском районе Новосибирска, начался прямо во время урока. Один из подростков ранил другого в ногу. В школе работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О подробностях происшествия мы расскажем завтра, а сейчас к другим темам. Он брал авансы за ремонт и исчезал с ними навсегда. Новосибирские полицейские задержали мигранта из ближнего зарубежья, которого подозревают в серии махинаций. По версии следствия, 43-летний житель Средней Азии несколько лет зарабатывал на доверчивости новосибирцев. Мужчина предлагал людям услуги по строительству и ремонту. Для убедительности он показал заказчикам ксерокопии неких подтверждающих документов, которые на самом деле оказывались филькиными грамотами. Получив аванс, фигурант вскоре исчезал с деньгами. Однако во время очередной аферы нечистый на руку подрядчик попал в руки оперативников Центрального отдела полиции. Меня просто задержали непонятно почему. Мне звонили по объявлению, я не занимаюсь, занимаюсь строительством. Мне звонили по объявлению. Я приехал, наручники надели и привезли сюда. Однако правоохранители полагают, что горе-строитель причастен к совершению мошенничества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, стражи порядка в данный момент устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности иностранного подданного. Все пострадавшие могут обратиться в полицию по указанным на экране телефоном. Приговор отменили, дело рассмотрят заново. В Новосибирском районном суде начали изучать историю Руслана Хузина уже во второй раз. Мужчину обвинили в том, что он отметил соседское новоселье прицельной пальбой из охотничьего карабина по людям. И приговорили к 10 с половиной годам за решеткой. Однако апелляционная инстанция сочла это решение незаконным. Эта история произошла в конце апреля 2017-го в поселке Озерный. Хозяин одного из таунхаусов отмечал новоселье. К вечеринке присоединился сосед, 32-летний Руслан Хузин. Мужчины пили спиртное, жарили шашлык. Под вечер перебравшего Хузина отвели домой, но вскоре он вернулся. Он вышел из своей квартиры с ружьем на перевес, и прицель начал стрелять по нам. То есть из-за того, что я стоял лицом к нему, я это все видел, все это действие его. Ну, как бы я начал убегать. Кто-то не успел убежать, как один мой товарищ, и второй тоже, которому в спину попало. Остальные успели разбежаться. Раны Артема Боголиба оказались наименее тяжелыми. Другим потерпевшим повезло куда меньше. Особенно Ивану Болдыреву. Ему Хузин, по версии следствия, стрелял в затылок. Как ваш сын сейчас себя чувствует? Ну, как инвалид второй группы, тяжелое состояние у него, не может долго сидеть, стоять. То есть глаз у него сразу от выстрела уже удалили. Руслана Хузина обвинили в покушении на тройное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Следователи отмечали, что повод для прицельной стрельбы по соседям он выбрал, мол, значительный, можно сказать, смехотворный. Однако у самого подсудимого была другая версия. А что они хотели сделать? Спросите у них, что семь человек пьяных хотели сделать, когда хотели зайти ко мне домой. И почему они вели себя? Все следствие составлено полностью по показаниям потерпевших и свидетелей заинтересованных лиц. Больше же нет никаких свидетелей. Все только в обвинительном уклоне. Однако эта версия вызвала многочисленные вопросы. Ведь если нетрезвые мужчины действительно хотели напасть на жену Руслана Хузина, они выбрали для этого очень странное время. За потерпевшим боголибом этим ехала его жена Марина. Вот она и сообщила первое, что она приехала. Практически через 5 минут, как выстрелы прозвучали, она сразу сообщила нам, что так и так случилось. То есть какие изнасилования, какие чего, когда жены ехали за ними. В декабре 2017-го Хузина приговорили к 10,5 годам в колонии строгого режима. Решение Фемиды вполне устроило потерпевших, однако самому осужденному показалось слишком суровым. Апелляционная инстанция проверила приговор. И обнаружила в нем многочисленные процессуальные нарушения. Как следует из определения, текст документа, по сути, представлял собой перепечатку обвинительного заключения. Также в него добавили показания свидетелей, которые вовсе не имели отношения к делу. Нашлись и другие противоречия. Так что дело пришлось, по сути, рассматривать заново. Для потерпевших такие новости оказались неожиданными. Я бы назвал это шоком, потому что все вроде было ясно в суде уже. А тут, оказывается, все отменили, все незаконно, как он пишет в апелляции. И о чем сейчас можно опять разговаривать, если все было выяснено в суде уже, в первой инстанции. Ну, почему-то он так не считает, что он виноват. Новое рассмотрение дела пройдет за закрытыми дверями. Руслан Хузин категорически против съемки. Сегодня состоялось первое заседание, и подсудимый повторно выслушал то же самое обвинительное заключение. Анна Скок, Александр Егоров, Константин Менин. Экстренный вызов. А вот у фигурантов уголовного дела из следующего сюжета все только начинается. Соучредители группы компаний ПТК-30, которых подозревают в мошенничестве, не согласились с заключением под стражу и решили обжаловать решение суда. Ранее Фемида постановила отправить обоих фигурантов в СИЗО на время следствия. Руководителя компании «Виакон» проект «Радуга» Антона Коновалова и его отца Владимира Коновалова, возглавляющего холдинг ПТК-30, заподозрили в махинациях при продаже квартир в новостройках. Уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбудили еще в феврале. А вот задержали подозреваемых в конце сентября. В ходе расследования установлено, что руководители двух строительных организаций в период с февраля 2014 года по август 2017 года под предлогом продажи квартир, в действительности находящихся в залоге у банка, похитили денежные средства граждан в сумме более 20 миллионов рублей. По версии следствия, предприниматели продавали квартиры с обременением, ведь на тот момент объекты недвижимости находились в залоге. Некоторые покупатели переехали в новостройки, но проживают там, а не фактически на птичьих правах, так как оформить право собственности на жилье в данной ситуации невозможно. Более того, в скором времени люди и вовсе могут оказаться на улице, поскольку банк пытается обратить взыскание на заложенное имущество и уже подал несколько исков. Предполагаемых мошенников железнодорожный районный суд заключил под стражу по ходатайству следователя. Однако фигуранты подали апелляционные жалобы. Сегодня вышестоящая инстанция решила судьбу Коновалова-старшего. Глава холдинга ПТК-30 во время разбирательства просил избрать ему любую меру пресечения, не связанную с пребыванием за решеткой. По имеющейся информации, речь шла в том числе и о внесении залога в миллион рублей. Однако областной суд Владимиру Коновалову отказал, поэтому пока он останется в СИЗО. Жалобу его сына рассмотрят в ближайший четверг. Ловкость и скорость спрятаться от полиции не помогли. Дерзкого налетчика на цветочный магазин, о котором мы рассказывали в пятницу, задержали полицейские. 6 тысяч рублей, взятые из кассы, могут обернуться для него четырьмя годами лишения свободы. Все произошло прямо под камерой видеонаблюдения. Мужчина, который еще секунду назад делал вид, что выбирает букет, втолкнул флориста в холодильник для цветов и устремился к кассе. Фигуранты объявили в розыск, правоохранители обнародовали видео в СМИ, и это принесло свои плоды. Накануне предполагаемого грабителя задержали. На этом все. Если вы стали очевидцем преступления или происшествия и сняли все на камеру, присылайте видео нам в группу ВКонтакте или на электронную почту редакции. Мы его обязательно покажем в эфире. С вами была Ксения Смотрова. Соблюдайте законы и берегите себя. Увидимся завтра на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.